Знаменитый актер Владимир Машков, секс-символ и мачо российского кино. Лауреат премии Ника, Тефи, народный артист России и вправду талантливый и любимый актер миллионов. Он покорил даже Голливуд. Где и прикупил себе этот роскошный особняк в самом элитном районе Лос-Анджелеса, в Санта-Монике. Сегодня он играет свою новую роль. Ненавидит Запад, чтобы любить Родину. Холопы те, кто пищит пасквили в спину нашей армии. Те, кто пытается быть политкорректным перед Европой и Америкой, погрязшие в ненависти. Мы русские люди. Владимир Машков, который годами жил за рубежом, вдруг осознал. Мы русские люди. Мы любим нашу страну. Мы за мир без нацизма. Мы за нашу армию. За нашего президента. Предательницей он называет единственную дочь Марию, которая уже 6 лет живет за океаном и не поддержала жаркую речь отца в Лужниках. Я вчера говорила с отцом по телефону. И огромное количество людей в России не понимает, что на самом деле происходит. Мария также публично осудила войну России против Украины. Я сказала, что буду давать интервью СНН и спросила, могу ли я подтвердить то, что он наговорил там. Он сказал да. Он сказал, чтобы я вернулась немедленно в Россию и привезла дочерей. Сказал, что мы должны быть хорошими русскими, извиниться и попросить прощения за предательство. Путь великого актера в обычные пропагандисты начался в 2011 году. Просить не буду. Россия мне дала все. И я должен своей стране. И сюда я пришел. Отдавать долги. Владимир Машков, который тогда жил в основном в Майами, решил избираться от, конечно же, единой России. У нас есть силы и мысли. У нас есть вера и идеи. И у нас есть лидер. Наша цель – великая единая Россия. Вперед! Вот только депутатом так и не стал. Когда люди в Кемерово проголосовали за любимую звезду… Кемерово, мне кажется, это потрясающий город. Действительно, у меня очень много друзей. Он задает некий тон. Владимир Машков как-то магически и таинственно отдал свой мандат другому единороссу. А так вообще можно было? Позже народный артист становится доверенным лицом Владимира Путина. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые доверенные лица, я прежде всего от лица нашей группы «Культура и искусство» хочу поздравить всех с началом нашей совместной работы и пожелать вам, Владимир Владимирович, и нам всем, что ж тогда, движение вверх, к победе! Эта роль хоть и не главная, зато отлично сыгранная. Вместо того, чтобы играть в театре, снимать и сниматься в фильмах, Машков так вживается в роль агитатора, что возглавляет штаб и приводит на пост губернатора одиозного Сергея Цивилева. Здравствуйте, дорогие новосибирцы! 13 сентября в вашем регионе состоятся выборы. Губернатор Новосибирской области ведет свою команду, в составе которой есть мои близкие друзья. Сергей Цивилев сначала исполнял обязанности губернатора Кемеровской области. Стал особенно известным после того, как отцу одного из погибших детей в сгоревшем ТЦ «Зимняя вишня» посоветовал не пиариться. Ну, хотите попиариться на горе? Тогда горе, горе, я спасибо! А Владимир Машков так вжился в роль пропагандиста, что стал еще одним из доверенных лиц мэра Москвы Сергея Собянина. И это не просто так, а ради того, чтобы получить роль руководителя легендарной табакерки, которую долгие годы возглавлял Олег Табаков. И мы продолжаем сохранять наследие нашего удивительного мастера Олега Павловича Табакова. Теперь на фасаде театра запрещенная во многих странах мира расистская символика. Зрители Машкова начали что-то подозревать после скандальных поправок в Конституции в 2020 году, которые обнулили срок Путина. Поправки в Конституцию гарантируют защиту суверенитета России. Если вам, так же, как и мне, это важно, приходите на голосование. Владимир Машков – это не просто тот человек, который пиарил эти самые поправки. Он даже лично внес сам целую поправку, чтобы Россия якобы не отдавала своей территории. Забрать себе, допустим, Курильские острова. Кто-то претендует на территорию Крыма, а кто-то даже и присматривается к Калининграду. Мне кажется, что было бы неплохо закрепить в Конституции запрет на отчуждение территорий России. Сегодня великий русский актер Владимир Машков – персона нон-грата в Украине. Закрыт для него и Голливуд, как и двери всех цивилизованных стран. Субтитры создавал DimaTorzok